добрый день друзья с вами снова тони сегодня коротко хочу поговорить с вами о грядущей игре которую совершенно очень скоро выйдет и и совершенно недолго осталось ждать это нфс пайбэк выйдет она 10 декабря 2017 года и собственно говоря почему я захотел об этой игре поговорить в первую очередь вчера компании анонсировала один из роликов грядущего геймплея который ждет нас в игре сразу скажу что предыдущие ролики я не смотрел специально и позже я объясню почему я этого не делал ну хотя наверное объясню даже сейчас я специально не смотрел эти ролики потому что нфс 2015 я ждал и смотрел каждый ролик который появлялся вообще в ю тубе и когда я начал не играть то она создала для меня эффект бум но за счет того что я уже очень многое об игре знал вот того бума который она могла бы у меня вызвать уже к сожалению не произошло может об игре я уже знал достаточно много для тех кто не видел данный ролик мы его сейчас обязательно посмотрим и собственно говоря почему я не смотрел предыдущие ролики я как раз таки хотел получить вот этот эффект бум но вчера когда анонсировали этот ролик я наткнулся на него честно говоря случайно сидя с телефона в ю тубе и просто напросто ковыряясь в самом ю тубе и сейчас себе какое-то интересненькое видео и собственно говоря случайно я вот на него наткнулся давайте посмотрим и после этого немножко поговорим о том что нам рассказали в данном видео я поделюсь своими впечатлениями смотрим фортуне валли а гамблер's paradise in the desert it's a big beautiful open world out there а place filled with the greatest driving moments where you can lose yourself in your own driving adventure truly fortune valley has something for drivers of every strike plenty of challenges await you as you cruise around the world what event will you take on what street leads will you take down the world looking for a drag race riot club awaits you in the quarter mile among the warehouses of boomville we won though big sister and her clan following no rules but drag rules itching for an off-road battle instead league 73 has been spotted tearing it up near the airfield and if you think racing is in a contact sport you haven't met udo and his crew if the thrill of the chase is more your thing check out the bait crates the cops have set up all over the valley as the competition heats up you'll need to stay one step ahead of your rivals find dealerships to buy new vehicles then check out the latest upgrades at a tune-up shop acquire garages to customize and show off your personal collection of one-of-a-kind rides ah but the ultimate objects of desire aren't for sale though scattered throughout the valley are the priceless derelicts bring these scrap chassis and parts back craft your own original vision of automotive perfection then take it to the streets for some open world domination watch me watch me watch me do this since 2012 i've been the coolest if you do not get it they say to be the best you gotta beat the best rack up the miles in the biggest open world need for speed has ever seen see you soon drivers in fortune valley ну вот собственно говоря нас ждет именно вот такая вот игра то что вы сейчас видели это один из роликов если вы не видели другие ролики и хотите их посмотреть то в ю тубе они находятся их найти очень легко вот почему я решил поговорить об этой игре сейчас я в ролике выключу звук и постепенно мы с вами этот ролик разберем по кусочкам дабы просто-напросто конструктивно по вот этому ролику выстроить свое какое-то мнение так погнали я перезапускаю ролик еще раз и мы начинаем я буду останавливаться на каких-то моментах звук я специально отключил чтобы он нам не перебивал общий фон хотя мы наверное сделаем просто вот так вот очень и очень тихо и пускай балакает себе на общем фоне во первых открытый мир открытый мир это круто безусловно вот к открытому миру вообще ничего плохого никогда не имел мне это всегда нравилось мне это всегда заходило если будет возможность кататься за зданиями внутри дворов и не будет тупых открытых стен то это будет вообще шикарно очень шикарно но сейчас поэтапно обратите внимание что у нас в игре присутствует очень большое количество всеразличных любимых многими машин и у нас впервые пожалуй что в серии нфс я поставил сейчас на паузу впервые у нас появился грунт то есть мир в игре стал настолько открытым что у нас появились внедорожные различные соревнования и ничего не напоминает мне лично напоминает пока подумайте что но у меня пока двоякое впечатление дальше нам в игру опять нам показывают дрэгрейсинг но если он будет настолько же мизерным как в нфс 2015 это будет очередной провал в нфс 2015 насколько я помню было всего несколько заездов по дрэгрейсингу и все особо их больше в игре даже не было к сожалению я очень хотел чтобы они были но их было действительно очень мало смотрим дальше у нас в игре есть спортивные машины москул кары джипы и совершенно невероятные корчи основа нам показывают оффроуд и насколько я понимаю оффроуд реализован реализован посредством чекпоинтов складик ничего не напоминает мне что-то форзу напоминает вот сейчас пожалуй что впервые я произнес то что у нас игра очень похоже на форзу снова ставим на паузу у нас появились точнее они были копы в нфс 2015 они появились в этой игре вновь и я не хочу сказать ничего плохого мне лично присутствие полиции в игре доставляет определенное определенный какой-то кайф что ли мне нравится то есть мне впервые это зашло еще давних-давних игрушек начала двухтысячных годов ну самым ярким пожалуй примером борьбы с копами является нфс москвонты 2005 года выпуска если мне память сейчас не изменяет и наличие копов в игре 2017 года от и и это действительно круто хорошо что не убрали это вот очень классная такая полноценная стопроцентная точечка которая в игре создает определенную более естественную и приближенных жизни атмосферу смотрим дальше копов вот если будут точно такие же жирные погони как и в продемонстрированные видео то это будет очень круто очередной момент который вот я на эвике остановлю очередной момент который мне очень нравится у нас появился теперь авто салон мы снова покупаем машины отголоски нфс 20 господи 2 underground это круто дальше у нас присутствует магазин тюнинга снова ничего не напоминает опять нфс underground 2 это реально круто мне нравится я безумно от этого кайфу у нас теперь нет нету гаража в котором мы заходим берем тачку мы ее там же там можем купить выбрать тут же ее можем затюнить и из этого гаража мы выезжаем с одной стороны да удобно нахожусь в одной локации тебе не надо никуда мотаться с другой стороны ну чё-то как не то хочется все-таки какой-то разбивки на разные пункты куда ты приехал и машину доехал до тюнинг отелье купил запчасти установил их затюнин тачку красавчик если делают опять разграничение так как это было в нфс underground 2 то я бы не сказал что это круто было бы прикольно сделать магазин тюнинга машины допустим на кузовные элементы элементы там освещения как это было в нфс кинова аксессуары там неоновая подсветка акустика там спиннеры поднимающиеся разделительный капот и двери и всякая вот это вот дребедень если бы это было в магазине совместно с внешним тюнингом это было бы круто и отдельно сделать магазин внутреннего тюнинга то есть доводка двигателя ходовой подвески трансмиссии и так далее тормозной системы и четвертым отдельным я бы сделал покрасочную мастерскую вот я бы наверное сделать такое разграничение как она будет в игре реализованы скорее всего все будет в одном магазине заехал купил все сразу с копом набрал тут же все тебе установили тут же тебе тачку покрасили все короче в одном месте в магазине размером с ларек смотрим дальше у нас есть гараж опять второй underground своеобразные такие отголоски но мне что вот просто что меня реально бомбанула вот просто при просмотре ролика это раритетные раздристанные хламину тачки знаете почему бомбанула потому что это мать его отголоски форзы и вот здесь абсолютно полностью складывается картинка это форза в исполнении и и потому что у нас появился открытый мир у нас появился оффроуд у нас появились различные заезды у нас появился грунт ну а я уже о нем говорил оффроуд у нас появились раритетные тачки которые мы находим по карте мы их привозим в гараж мы их реставрируем и получаем вот такие конфеты также мы их можем затюнить зачем вот просто зачем это создает действительно очень своеобразно жирные впечатления о том что игра слизана ну по крайней мере у меня складываются такие ощущения и впечатления от игры что еще с одной стороны меня удивило с другой стороны дало мне как-то просто-напросто успокоиться зафиксироваться и понять что не все так плохо помните графику nfs 2015 по моему она была бомбической здесь вот чего действительно по моему мнению не хватает это дождевого эффекта который был в нфс 2015 все тачки мокрые на улице лужи периодически идет дождик и все в этом духе смотрелось намного красивее но здесь дневное время суток может здесь будет какая-то динамическая погода хотя бы как-то сделано так же как в нфс underground 2 допустим ты едешь едешь хрена молния короче все и дождь и ливень и все короче стало плохо сразу но это это кутрирует если будут такие переходы туда классно безусловно это действительно круто это действительно классное не это заходит я с этим абсолютно согласен пускай будет хотя бы так остальное впечатление об игре которая выйдет я сказать пока что не могу почему не могу сказать почему я не говорю о других дисциплинах которые есть в игре я уже говорил что предыдущие ролики которые выпускала компания и эй о нфс я не смотрел дабы сохранить эффект вау когда я запущу игру и начну кайфовать скорее всего так и будет потому что нфс 2015 откровенно говоря мне зашла вообще на сто процентов это была очень крутая игра единственный вопрос который у меня был в 2015 от физика особенно физика дрифта ну как чё-то не камильфо четко не очень четко как не зашло посмотрим как будет в этот раз искренне надеюсь что физику пофиксят и и сделают все-таки более какой-то симовый что ли то есть более к симуляторам но опять же смотря ролик понимаешь что физика осталась примерно на том же самом уровне который был в нфс 2015 ну дай бог хотя бы дрифт пофиксит уже будет хорошо потому что дрифт в 2015 был честно говоря отворотительный можно было абсолютно на любой скорости поставить и пройти чуть ли не шпильку вот как-то вот собственно говоря вот так в любом случае я жду эту игру я в скорейшем времени пожалуй что ее оплачу кстати по ссылочке в описании есть ссылка на донейшин алерт если вы желаете помочь моему каналу в развитии и собственно говоря помочь приобретении этой игры мы сейчас собираем на эту игру донат то вы можете смело оставить свою какую-то копеечку свой внос на покупку этой игры это не так сильно ударит по моему кошельку но при этом это будет более ну не то что более объективный контент просто мне так будет проще и канал поднять и вам будет проще смотреть и собственно говоря это игра появится именно в тот момент когда она будет анонсирована и доступна для скачивания и приобретения в общем то вот как-то так понимаю что сумбурно понимаю что возможно не объективно но вот как-то вот так вот у меня сложилось пока что мнение об игре она очень двоякая она очень специфичная но искренне надеюсь что когда эта игра выйдет и будет возможность с нее поиграть мое мнение о том что это форца сотрется пух и прах просто я на это искренне надеюсь если это действительно будет вот таким вот очень слизаным вариантом форза то меня это пожалуй что очень сильно расстроит я не являюсь каким-то супер фанатом серии нфс мне очень нравятся игры я прошел практически все кроме последнего подпорсюта и раилс при этом я даже умудрился поиграть в нфс most wanted 2012 но чет как-то мне не особо зашло в общем то как-то так друзья опять же никого не пытаюсь переубедить это сугубо мое мнение спасибо что посмотрели данное видео если у вас есть какие-то мысли и идеи может почему хотите поговорить или просто-напросто обсудить данное видео то в комментариях ваше мнение я обязательно на них отвечу может у вас есть какие-то идеи какие-то предположения может есть какие-то мысли и будет очень приятно все почитать только единственный момент который я очень хочу чтобы вы не делали пожалуйста не спойлерите не рассказывайте о том что будет в карьере если начнутся спойлера к этому видео я просто закрою комментарии чего я очень не хочу делать потому что я очень люблю общаться подписчиками ну вот собственно говоря как то так ребят еще раз спасибо что посмотрели данное видео пишите комментарии ставьте лайки мне будет очень приятно подписывайтесь на канал увидимся в ближайшее время в видео которые совершенно скоро выйдут на нашем канале и обязательно чего-нибудь ближайшее время постримим все друзья всем спасибо всем пока увидимся очень и очень скоро